Газета, не стареющая душой, в эти дни мятскому рабочему исполняется 95 лет. За годы существования газета сменила не только название, но и верстку, а также дату своего рождения. Да-да, вы не ослышались. Дело в том, что многие годы даты основания издания считался февраль 1935 года, однако краеведы выяснили, что официальная газета старше на 17 лет. Чем сегодня живет газета, о достигнутых вершинах и планах смотрите в нашем сюжете. В детстве Ольга Исаева могла только мечтать о работе корреспондентом. Выписывать мятские рабочие в ее семье было традицией, поэтому, закончив филологический факультет, с удовольствием пришла работать в газету. В школе, даже когда у нас была своя школьная газета, прежде чем в ней начать писать, нам предлагалось ряд испытаний пройти. Я помню, когда мы прошли эти испытания, мне дали этот первый какой-то заветный бейджик, на котором был написан корреспондент Ольга. Я помню, так им гордилась, и вот именно тогда загорелось желание поработать в газете, в настоящей городской газете. Сегодня Ольга – самый молодой корреспондент газеты. Статьи с ее авторством выходят в каждом выпуске. Работа в старейшем издании делится девушкой – большая честь. Между тем, газета во все годы была одним из основных и любимым горожанам источником информации. В архивной подшивке все номера газеты аж с 1935 года. За это время изменилось многое, рассказывает главный редактор МИАСского рабочего. Набирали на линотипе, отливали формы эти металлические, потом оттиски делали. Если правки выносить, то это все там типа пинцета такие были штуки, вытаскивали буквы, там меняли. Все это причем в зеркальном отображении человека, который на правке был, он смотрел все наоборот. МИАСский рабочий сегодня – это издание, несколько лет входящее в Федеральный золотой фонд прессы, победитель многих федеральных и областных конкурсов. 95 лет – это, конечно, очень солидный возраст для печатного издания, но коллектив у нас молодой. Мы стараемся поднимать самые актуальные темы, отслеживать проблемы, которые касаются непосредственно людей. И зачастую читатели нам эти темы сами предлагают, обращаясь к нам за помощью. Диалог газеты с жителем за 95 лет не прекращался ни на минуту. Вот и совсем недавно издательство помогло двум родным братьям спустя много лет найти друг друга. Увидев на сайте газеты «МИАСский.ру» родную фамилию, житель соседнего региона осмелился и сделал звонок в редакцию. Оказалось, что это его родной брат, с которым он уже не общается очень долгое время, он потерял связь с ним и просил нас найти вот этого человека. И подобных случаев за почти вековую историю издания не счесть. Этим «МИАСский.рубочий» и отличается от других газет. Для автора Натальи Корчагиной любимая тема как раз скрывается в отношениях между людьми, в историях простых горожан, в интересных биографиях и фактах, с ними связанных. Просто я очень люблю людей. Я люблю только о них писать. Об интересных людях, об интересных судьбах, об их увлечениях. Мне больше ничего не надо. Вот дайте мне просто человека. Я за это и люблю газету, что я могу с ними встречаться, что они потом становятся моими друзьями. Таким же другом газета стала для тысяч «МИАСцев». В 95 жизнь только начинается, так считают в редакции и обещают, что останавливаться на достигнутом не намерены. Игорь Каблуков, Юрий Карпов. Программа «24 МИАС».